И сегодня мы продолжим разговор о книге «Инфодайнг. Счастье» и плавно перейдем к коллективному, бессознательному. Кто дарит нам счастье? Мы смотрим в глаза своих детей, мужа, родителей, друзей, родственников. Кто все эти люди для вас? Ваши зеркала, которые отражают вам того, кто вы есть или того, кого вы не хотите в себе разглядеть. Вашу суть. Они дарят вам возможность чувствовать этот мир в себе, создавая иллюзию снаружи. И только ваше сознание выбирает осознанно или неосознанно сотворить любовь, здоровье, успех и счастье или болезнь, горе, разлады и страдания. Когда Бог в человеке спит, он не осознает, что творит. Вот ребенок родился здоровым, а мысль матери, что у него может быть что-то не так, а потом поиск этого не так, а потом страх, что его заберут взрослого в армию или женится непонятно на ком. Вот уже сформирована вторичная выгода и спектр болезней. Играем в игру «больной ребенок», а ведь это зеркало вас. Вот муж не такой, не то, маме не нравится, до свадьбы был один, потом другой, претензии и недовольства. По факту, ваш муж принял на себя удары все тяготы той вашей части, которая никогда не будет признанной замечена вами, а уж тем более, чтобы оценить ее значимость для вас. А родители? Они подарили вам тело, и это уже повод для благодарности. А если благодарность без повода? Это все вы, это вы в отражениях глаз этих людей. И один раз, начав благодарить их искренне, открыто любить, вы вызовете на себя огонь, огонь счастья и любви. Почему вы этого не делаете? Ведь это так просто. Ведь для этого ничего не надо. Просто открыться, стать искренним и начать любить и благодарить. Вот он, Бог, творящий чудеса исцеления. Просто Богу надо проснуться. Просто надо Богу проснуться и вспомнить, кто Он есть на самом деле. Просто открыться. Просто? Но ведь тогда надо научиться видеть себя в отражениях глаз других. И в то время, когда муж бурчит, задать себе вопрос. А зачем я сейчас бурчу на себя? Ведь это ж мое зеркало бурчит на меня. И если он обнимает, и он любит сказать себе благодарю за то, что я себя обнимаю и люблю. И так далее, и так далее, и так далее. Это совсем другой подход к жизни. Но нас так не учили. Мы не привыкли жить в любви и благодарности. У нас идут подмены. У нас есть как правильно, как неправильно, как должен, как обязан, как это в семье, как подумают люди. И человек уходит от себя, лжет и запутывается. И даже ответственность за свою жизнь он привык выносить на начальство, на кого угодно, но не на себя. На родителей, на детей, на учителей, на президентов, где угодно. Но не я. Это все не я. Я не Бог. Я маленький. Я спрятался. Я не развиваюсь. И психологи помогли. Они придумали отмазку. Тот же Юнг дал определение коллективному бессознательному и сказал, это все коллективное бессознательное. Вы, Овны, неосознанные. А вот коллективное бессознательное, оно рулит вашей психикой. И мы плавно переходим к следующей нашей книге, которая называется «Коллективное бессознательное. Инфодайвинг». Эта книга полностью написана, опять-таки, как результат нашей практической работы с реальными людьми, реальной психикой людей. Здесь описаны реальные примеры и реальные отзывы людей. Но и когда я говорю отзыв, это неприятно слышать. Это кажется, что как в интернете сейчас чего-то накидал. Нет, это была обратная связь с человеком. Это была искренняя, чистая обратная связь по реальной практической работе. И тогда здесь мы будем рассматривать, так что же есть коллективное бессознательное и какую роль оно играет в нашей жизни. И есть ли оно в принципе, если ты индивидуум, если ты проснулся как Бог, если ты вспомнил, что и Бог, и дьявол, все в тебе и весь мир в тебе. Но ведь для этого тогда надо осознать это коллективное бессознательное. Как его осознать? Вот это мы помогаем сделать в этой книге. Это очень сложный кусок работы над собой, когда мы осознаем, что полностью все коллективное бессознательное мы сотворили сами в своей реальности. Ну как же, моя реальность лишь маленькая в какой-то объективной реальности? Нет, нет, нет. Начиная с этой книги и далее, мы шаг за шагом будем переходить к осознаниям, что наша реальность, она одна, она основная, она субъективная. И лишь в ней мы выделяем кусочек объективной реальности. Момент стыковки наших миров. Миров моего мира и мира другого человека. Мы допускаем эту стыковку и вместе с ней мы допускаем объективные декорации. А в моем мире мы создаем полностью все сами. Каждый, каждый творит своей реальности. Но как же? Давайте на науку посмотрим. У нас же есть наука, она все правильно говорит. Уже как бы после предыдущих двух книг уже как-то религия стала под сомнения, да? Но наука еще, она же вечна. Давайте посмотрим. Не просто ж так религия позволила науке выделиться ни с того ни с сего. Вдруг религиозные деятели сказали в свое время, овны, играйте в науку, мы вам разрешаем, мы за это вас не сожжем на костре. С чего бы это они такими добрыми стали? А дело в том, что холигали-то на самом деле по сути не изменились. От того, что вы будете констатировать в науке определенные факты, вы не вернете Бога этим в себя. И вы не вернете этим дьявола в себя. Вы не станете целостными. У вас все равно будет вынос в объективную реальность. А при этом ваша психика уже не будет создающей. И это величайшая из подмен, которая полностью внедрена в сознание всех людей, абсолютно всех. Но к осознанию, вот казалось бы, вот этого бреда, что я сейчас говорю. Надо же прийти самостоятельно. А как прийти своими ногами? Шаг за шагом мы помогаем вам делать эти шаги от книги к книге. И очень важный момент – осознать коллективное бессознательное. Давайте вот для примера просто возьмем формулировку. Как говорит наука? Что это такое? Сегодня вся психология и вся экстрасенсорика ссылается на коллективное бессознательное. Оно виновата. Оно сотворило, и мы не можем ничего с этим сделать. И мы вынуждены это принимать как данность, как норму. А до нормы мы потом дойдем в более поздних книгах в иллюзионисте. Что такое норма и как она формирует вторичные выгоды в психике. Именно норма формирует вторичные выгоды в психике. Но это потом. А сейчас давайте осознавать, что же за бред несет нам наука. Поехали. Попытайтесь уловить суть. Просто суть о чем? Говорит сейчас официальное определение коллективного бессознательного. Взято из Википедии. Приведено как пример. Писал Юнг. Коллективное бессознательное. Согласно психологу Юнгу, одна из форм бессознательного единого для общества в целом, являющийся продуктом наследуемых структур мозга. Основное отличие коллективного бессознательного от индивидуального в том, что оно является общим для всех людей. Представляет собой некий единый общий знаменатель для разных людей. Однако важно подчеркнуть, что под словом «коллективное» подразумевается отнюдь не проблема общественного порядка, а наоборот коллективно-бессознательную часть психоэ человека, который является строго индивидуальной. Индивид в концепции Юнга не изолирован от общества, но будучи личностью в узком смысле, он одновременно индивидуален и часть коллективного. Поскольку имеет коллективное бессознательное, создает условия для индивидуализации человека. Юнг обозначил его как более глубокий слой, чем индивидуальное бессознательное, заметьте, индивидуальное бессознательное. За словом стоят не только прямые значения, но и более скрытые слои и смыслы бессознательного уровня. Значит, по Юнгу коллективное бессознательное – совокупность универсальных личностных проблем, которые могут возникать перед человеком во все времена. Это как итог того, что сказано сначала. Попробуйте уловить суть, о чем говорилось. Так что такое коллективное бессознательное? Это совокупность проблем? Вот так проявляется наука. Мы специально это предложили. Дальше по книге я вам сейчас не буду свое определение приводить. Оно в конце. Кстати, в этой книге уже приведены все определения, которые мы ввели в инфодайминге, чтобы нам не говорили, что мы говорим какую-то чушь и так далее. Здесь уже разрисована. Расписана психика. И мы здесь полностью уже даем структуру, подводя основу для науки. То есть здесь есть разрисованный и внутренний мир человека, надсознание, подсознание, приведены в структуру. Здесь уже сектора психики. Здесь уже такие нормальные рисуночки, которые потом в следующей книге вообще полностью все разложено по полочкам. Это кусок научной работы, на самом деле. Большой кусок, который мы провели. Но мы действовали шаг за шагом. Мы шли шаг за шагом в коллективное, бессознательное. Структуры психики подводили системный подход, приводили здесь примеры. Ой, огромный труд. Самое главное – систематизация психики. Итак, в этой книге мы полностью систематизировали материал по психике человека для того, чтобы разобраться и найти в нем, какая же роль отведена коллективному. Я сейчас не буду говорить слово бессознательное. Все-таки мы за осознанность. Точно так же, как индивидуальное бессознательное. Если мы говорим про индивидуальное, то слово бессознательное должно отсутствовать. Должно. Но по факту, когда человек живет в автоматизме и является роботом-автоматом, тогда надо и говорить, что он робот-автомат. Тогда не про бессознательное. Тогда про робота. А если он уже просыпается и осознает то, что он делает, тогда можно говорить про человека разумного. И если мы назовем вещи своими именами, нам будет легче двигаться. Так вот, в книге «Коллективное бессознательное» нам пришлось зайти и залезть во многие уголки психики. Мы подходили ко всем структурам системно. Мы здесь разложили, что такое эго, ум, высшее я, очень подробно. Мы здесь полностью разрисовали сектора психики. Как происходит вспышка в инкарнационном цикле сжатия-разжатия и перезапись, перезагрузка информации. Как перетекает сознание. Все в инкарнационном цикле человека идет по подобию, как во время сна, когда мы засыпаем. То есть день, ночь, жизнь, смерть – это одинаковые циклы, только большего порядка. Мы здесь будем говорить и о молодости, и о волновой теории в этой книге. Мы здесь будем говорить и разрисовывать полностью надсознательную и подсознательную часть. Мы здесь выйдем на круг сансары и посмотрим, возможно ли освобождение, и что мешает этому. Здесь же мы определим роль черной и белой смерти. Заметьте, книга «Надсознание и подсознание» – они уже существовали, были изданы, когда мы доходили до роли коллективного. Как создается коллективное у нас подсознание. Опять-таки, про подмены при понимании молодости и старения. Все мы видим. Про деньги и лимиты в подсознании. Мы будем полностью расписывать болевой рефлекс, который у нас есть в психике. Возможно ли здесь бессмертие. Мы будем говорить о состояниях сознания и связи с физиологией. И о роли кишечника вообще в психике. В психике, не только в физиологии. Механизм боли разложен. Здесь столько интересных разделов. Мы выйдем в перетекание сознания в роду. И, по сути дела, в конце этой книги мы осознаем, что такое коллективное бессознательное. Есть ли оно вообще и зачем оно надо. Зачем мы его создаем. Зачем мы играем в коллективное бессознательное. Книга сложная. И она как переходной такой момент. Кстати, здесь много будет открытий и примеров из реальной жизни известных людей. Здесь мы опять-таки вернемся к шахматам. Будем смотреть, как вообще расставляется шахматная партия в обществе. В какие игры мы играем. Почему мы играем в чужие игры, в войны, например, чужие. Потому что не наблюдали? Кто-то делит деньги, а кто-то играет в эту войну. Кто-то отдаёт за неё здоровье и своих собственных детей. А кто-то на этом имеет выигрыш экономический. А кто туда расставлял эту партию? А каким образом шло присоединение к этой партии? Это всё в этой книге. Потихоньку мы раскладываем. Абсолютно честно раскладываем. И ещё есть один классный момент. Мы исправляем одну грубейшую ошибку, которая принята сегодня во всех психотехниках. И в психологии, и в экстрасенсорике, и в эзотерике. Всё, что связано с перечёркиванием информации. Если вам это интересно, тоже придётся заглянуть. Мы это всё обосновываем и показываем, как это всё работает в психике. Книга «Коллективная бессознательная» открывает нам доступ к информации, каким образом программируется человек и декорации, в которых живёт человек. То есть мы рассматриваем уже не просто человека как ходилку-стрелялку. Мы его рассматриваем в контексте игры под названием «Жизнь». И тогда нам становится вообще интересна суть игры. Зачем эта игра дана человеку? И мы стартуем с предположения, а в дальнейшем оно, по сути дела, и подтверждается нашей гипотезы. Сознание в игру положило ответственность и выделило субстанцию, которая проявлена, нежели сознание. Сознание не проявлено, но менее, нежели тело, которое более проявлено. Её мы называем Бог. Эта субстанция есть в каждом теле, но при этом она просто исполняет пожелания тела и не берёт на себя ответственность за жизнь. Вот человек сам за неё отвечает. Разделение на я, не я. Сознание же ещё более уплотнило материю и выделило человека как сына Бога, дочь Бога, который тоже не берёт ответственность за свою жизнь и выносит её на Бога. Бога он вынес из себя то на природу, то на солнце, то на идолов, то на иконы, то на распятия. Отследите деградационный процесс при этом во времени. Итак, сознание создаёт Бога и человека, который выносит ответственность друг на друга, спят при этом. Я, не я появилось. В «Зазеркалье» пишет информацию человек во сне, в реальности Бог во сне. Восьмёрка. Человек – зеркало Бога. На Боге вся ответственность. А Бог – зеркало человека. Он ничего не создаёт, только исполняет то, что человек задумал. И карма. Это полная ответственность человека по замыслу Бога. Красавчики. В свою очередь, Бог разделился на Бога и дьявола. А человек на мужчину и женщину. Осознание на внимание и интерес. И чтобы занять место в игре, оно поместило себя в обоих в роли наблюдателя. И пошла игра. Игра в силовом поле. Цель – кто первый осознается и возьмёт ответственность, тот и правит балом, рулит игрой, меняет правила и настройки в симуляции. Но пока не погрузишься в глубины подсознания, не осознаешь инкарнационное перетекание и формирование сюжетных линий, то доказать вышенаписанное, да и просто даже увидеть этот процесс выталкивания информации с ответственностью невозможно. Хлопай ресницами и взлетай. Да, дорогие, мы описали этот процесс целостно, потому что одна из нас была постоянно в подсознании, другая постоянно в надсознании. И мы смотрели, как переотражается информация. И поэтому вот эту суть мы смогли разложить. Но при этом это же ещё связано с объективной реальностью, с коллективным. Если вам всё это интересно, если вам интересны все процессы, которые происходят у нас в психике, то без книги коллективное бессознательное осознать это бессознательное невозможно. А остаться в объективной чужой игре и играть в чужие войны, чужие беспределы можно. А ведь суть вернуться к себе настоящему, искреннему и создать свою игру. Что мы предлагаем вам сделать при помощи инструмента инфодайинга? При помощи вот этих состояний инфодайинга – это состояние просыпания. Это про возвращение к себе. После книги инфодайинг «Коллективное бессознательное» мы прямо и чётко переходим к книге инфодайинг «Знания». Она ещё более глубинная. На самом деле эти книги приходится перечитывать по несколько раз для того, чтобы осознать суть. И они вообще меняют точку сборки восприятия таким образом, что ты начинаешь видеть мир вообще по-другому. Ты переходишь в режим создателя, осознаёшь. Ведь суть игры – жить в кайф, создавать. И мы этому учили, учили в книгах. Вот интересно, в «Коллективном бессознательном» мы ещё какие-то моменты пропустили, что это такое. В книге «Инфодайинг Знания» мы дали определение «Коллективное бессознательное накопитель неосознаваемой информации для данного уровня развития сознания». Проявлен в психике в виде разделяющих слоёв на разных уровнях сознания. Слой «Коллективное бессознательное» выполняет две функции. Формирует иллюзию времени, время по сути. Собирает сюжетную линию для индивидуальных миров, их индивидуальных подсознаний. Он является главным органайзером нашей жизни. И когда у человека нет своей сюжетной линии, он формирует чужую, чтобы вернуть ответственность за свою жизнь. Отличается от формулировки Йонга? Да. Потому что здесь есть суть. А в вашем научном определении нет. Но для того, чтобы до этого дойти, надо осознать очень много моментов по тому, как работает психика человека и как работает коллективное бессознательное. Интересно. Подключайтесь. Добро, пожалуйста. Пожаловать на территорию инфодайвинга. На территорию просыпания. И о книге «Инфодайвинг. Знания» мы поговорим дальше. Эта книга, как черта, подвела итог большой нашей работе. И мы остановились над пропастью. Уйти в глубину или вернуться назад. Вот эта линия разреза, она не просто так золотая. Она уже пошла в книге «Инфодайвинг. Знания». Мы предлагаем читать книги вот в такой же последовательности. Управление восприятием. Инфодайвинг над сознанием. Инфодайвинг под сознанием. Инфодайвинг счастья. Инфодайвинг коллективное бессознательное. И мы приходим к инфодайвинг знания. А в глубины мы нырнем после этой книги, когда мы о ней поговорим чуть-чуть позже.